Привет, ребята! Меня зовут Мария Сафина, я нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале «Здоровый образ жизни в удовольствии». И в этом первом, после новогоднем выпуске мы с вами посмотрим на хлебцы, разберем их состав, определим их нутритивную ценность и посмотрим, какие же нутриенты поступают вместе с данным продуктом в наш организм и определим место хлебцев в рационе здорового человека. Итак, поехали! Прежде чем мы с вами перейдем к разбору конкретных составов, давайте посмотрим, какими же бывают хлебцы, из чего они изготовлены. Во-первых, хлебцы бывают из муки, из ржаной, допустим, обдирной, бывают из ржаной пшеничной муки, бывают из пшеничной и на втором месте ржаной муки, и бывают просто пшеничные хлебцы. А также хлебцы бывают из зерна. Вот смотрите, я тут специально приобрела несколько упаковочек хлебцев. Вот эти, допустим, гречневые хлебцы, доктор Корнер, я их неправильно открыла, хоть есть здесь стрелочка, как открывать, но, видимо, это прошла информация стороной. Итак, для меня. Итак, ну вот смотрите, в составе крупа гречневая ядрица и витаминно-минеральная смесь. То есть данные хлебцы изготовлены из гречневой крупы. Есть еще вот такие вот хлебцы. У меня фитнес-лайн, тоже буду разбирать далее более подробно состав. Эти хлебцы у нас также изготовлены из пшеницы. Здесь даже написано, что это цельные, специально пророщенные зерна пшеницы, дальше ржаной солод и так далее, и различные минеральные добавки. То есть это тоже хлебцы из цельного зерна, да, из пшеницы. А вот такие вот хлебцы, щедрые, тонкие, ржаны, у них в составе на первом месте мука. То есть эти хлебцы изготовлены из муки, мука ржаная, хлебопекарная, вода питьевая, отруби пшеничные, соль, дрожжи, ржаной солод и так далее. То есть смотрите, хлебцы могут быть изготовлены либо из муки, либо из, соответственно, зерен. Если мы посмотрим на БЖУ, на белки, жиры и углеводы в составе хлебцев, ну допустим, из ржаной обойной муки, из самой такой грубой муки, которая содержит большее количество клетчатки. Кстати, различные виды муки, их составы я разбираю в своем обзоре про хлеб. И вот давайте посмотрим, да, ну среднестатистическое такое БЖУ, достаточно большое количество белка. Да, напомню, что белки в муке, белки в хлебцах, в том числе, это белки растительного происхождения, которые усваиваются на небольшой процент, но все равно в копилочку, да, белка. Это идет, конечно же, жиры. Жиры различные, ну в основном это небольшое количество жиров, да, мука не является поставщиком основным различных жиров в наш организм. В основном это полиненасыщенные, примерно одинаково с мононенасыщенными и с насыщенными. Насыщенных обычно поменьше. И, конечно же, хлебцы, мука, различные зерновые, это поставщики в наш организм углеводов. И здесь важно понять, каких углеводов цельных, да, то есть сложных углеводов, будет давать данный продукт с помощью своих углеводов длительную сытость, или эти углеводы без клетчатки, да, без каких-то там витаминов, минералов, как мука, в том числе обойная и в том числе пшеничная, там минералов и клетчатки еще меньше, и сытости, конечно, будет давать мало. Можно так подумать, конечно же, что приоритетнее выбирать хлебцы из зерна, ведь там цельное зерно, а здесь мука, так? Но это только на первый взгляд, потому что хлебцы, которые изготовлены из зерен, изготавливаются методом экструзии. Вот такой вот аппарат, экструдер, превращает живые прекрасные зерна, пшеницы, гречки, риса и так далее, вот в такой вот мертвый продукт хлебцы. Не нужно искать витаминов группы В, которые присущи всем злаковым культурам, вот в таком мертвом продукте, потому что данные витамины при термообработке и при высоком давлении, конечно же, разрушаются. Не нужно ждать различных антиоксидантных активностей вот в таком продукте. Именно поэтому после названия крупы в таких хлебцах обычно стоит что? Это витаминно-минеральная смесь, чтобы хоть как-то обогатить данный продукт витаминами. Но такие витамины никогда не будут усваиваться на таком классном уровне, как если бы, допустим, вместо гречневых хлебцев вы отварили себе гречки. Итак, в технологии производства продуктов питания есть такое вот определение для хлебцев. Кстати, хлебцы относятся просто к сухарным изделиям, никаких волшебных свойств хлебцы не имеют. Имеют свой БЖУ, просто по сравнению с хлебом это меньший процент влажности. Да, хлебцы хрустящие. Это хлебцы из муки, воды, дрожжей, соли, плюс какие-то вкусовые добавки, может быть, сахар, соответственно, какие-то подсластители, в том числе фруктоза. Да, различные включения вроде семян, различных льна, мака и так далее. То есть здесь что главное? Что хлебцы в любом случае это простой углевод. Это крахмал с уже разрушенной структурой. Будь то хлебцы, которые сделаны из муки, даже ржаной, при приготовлении хлебцев с полисахаридами в составе муки не случается ничего, кроме их все большего и большего разложения до более простых структур. В результате приготовления теста, вот у меня здесь вся технология изготовления есть, сейчас по ней пройдемся. В принципе, она похожа на изготовление хлеба. Вот, в результате приготовления теста структура муки, она никак не превращается в более сложную. То есть как был простой рафинированный углевод, так он им и остается. Еще и бродит и так далее. Еще и больше появляется различных простых углеводов. А если сюда еще сахар добавляется, да вы представляете, просто супер простой рафинированный углевод с минимальным содержанием каких-то витаминов. Если мы говорим об экструзии, посмотрите, какая огромная здесь температура, то есть сюда засыпается крупа под огромной температурой, 280-300 градусов, под огромным давлением 5 мегапаскалей. Все это прекрасно воздушно взрывается и получается что-то типа попкорна. Ну вот попкорн почему-то считается снеком, а вот хлебцы почему-то считаются основой здорового питания. Смотрите, хлебцы к нам пришли из диетологии, и конечно же это диетический продукт, обогащенный клетчаткой. Именно этим они и отличаются от попкорна. Ну попкорна там немножечко другая технология приготовления, там используются специальные кукурузы, там в принципе вот таких вот экструдеров нет. Но в принципе, что вот это вот на выходе мы получаем простой углевод, что мы получаем взорванный вот этот вот крахмал, да, вышедший из оболочки в виде попкорна, все это то же самое, это тающий во рту продукт. Вы возьмите хлебец в рот, он у вас сразу же на языке вот так вот разлипается, да, превращается в кашицу. То есть минимального воздействия даже хватает слюны и амилаза для того, чтобы наш вот этот вот хлебец, да, он уже начал у нас расползаться в ротовой полости. Длительной сытости, конечно, такой продукт не даст, несмотря на то, что да, есть содержание клетчатки, но, конечно же, на таком продукте строить свой рацион нельзя. Это ни в коем случае не основа здорового рациона. И прекрасно здоровому человеку можно набрать клетчатку именно из природных продуктов, в которых все витамины в своих природных компоновках, да, представлены. Тот же самый там селен, цинк и так далее. Все витамины и минералы, конечно же, будут усваиваться в самой своей наилучшей степени из монопродуктов, то есть из круп, в том числе крупы будут более богаты витаминами, и крупы не нужно дополнительно обогащать витаминами, чтобы они были нутритивно ценным продуктом. А вот этот вот мертвый продукт нужно, чтобы он нес хоть какую-то нутритивную ценность. Да, в системе диетического питания действительно есть хлебцы, но хлебцы нужны для людей, которые по каким-то причинам не могут набрать вот эти 20-25 грамм клетчатки из цельных продуктов. Здоровый человек действительно может это сделать. Это сделать достаточно легко, достаточно просто употреблять фрукты, овощи, ягоды на постоянной основе, делать себе зеленые салаты из различных листовых овощей, использовать зелень, базилик, укроп, петрушку и так далее. Плюс не переваривать крупы в киселеобразную массу и делать их до состояния аль денте. То есть вот это все прекрасно обеспечит ваш рацион клетчаткой, плюс витаминами и минералами из нутритивно богатых продуктов. Отруби вот эти мертвые с посыпанными витаминами, ну зачем они вам нужны, если прекрасно можно выбрать что-то более полезное. Ну и вот давайте посмотрим на этот хлебец, да. Мы видим, что он легкий, что тут в принципе вот такой вот, ну вот, что это такое? Ну это попкорн, да, такой же легкий, как попкорн, единственное, что он здесь не сладкий. Конечно же он пахнет гречкой, но в сто раз, даже в тысячу раз полезнее отварить себе 100 грамм гречки и получить оттуда витамины группы В. Кстати, у многих моих клиентов, которые постоянно употребляют хлебцы и у которых в рационе действительно хлебцев достаточно много, ну примерно от 5-6 до 15 штук хлебцев в день различных, да, у них идет недостаток по витаминам группы В. Витамины группы В это самые главные витамины, которые у нас содержатся в злаковых культурах, в цельных злаках, да, которые, соответственно, мы можем получить, используя вот гречку, которая вот здесь нарисована на упаковочке в цельном виде. Но данный продукт, где он и где гречка, это совершенно разные продукты, находящиеся между собой на каких-то просто космических расстояниях. Продукт цельный и продукт, который не существует в природе, и человек его придумал. Да, люди с некоторыми заболеваниями, они просто обречены есть эти продукты. И для того, чтобы данные продукты покупала большая часть населения, их стали позиционировать как обязательную основу рациона. То есть даже на некоторых хлебцах, так и написано, хлебцы являются основой рациона. Но, конечно же, нутритивно-бедный продукт, вот такой вот как хлебцы, он не может быть просто основой рациона. И еще про витамины группы В, да, В1, В2 в том числе. Тиамин, рибофлавин, будем далее смотреть, что там у нас в хлебцах по данному витамину, и что у нас, допустим, в гречке. Да, данные витамины, они у нас отвечают за одну из самых важных функций, это образование энергии АТФ. То есть также участвуют в цикле крепца, участвуют в метаболизме белков, жиров, углеводов и так далее. Тоже создание нашего иммунитета. И вот как раз энергичность каждого дня, энергия, бодрость, она зависит очень от поступления этих витаминов. Это главный энергообеспечитель нашего организма, вот такая вот батареечка, которую нам подзаряжают цельные крупы. Ну, конечно, вот такие мертвые продукты, они не могут нам эту батареечку подзарядить. И я заметила у своих клиентов, которые потребляют достаточно много хлебцев в рационе, и в том числе вместо цельных круп, то есть отсутствие цельных круп в рационе, компенсируется различными хрустящими хлебцами. Я заметила, что именно вот они жалуются на состояние упадка сил, упадка настроения, нет энергии, нет бодрости, плохое восстановление после тренировок, соответственно, нет тонуса мышц и так далее. Долго восстанавливаются, быстро достаточно устают, не только на тренировках, но и в течение рабочего дня. И, соответственно, вот постоянно перекусывают вот этими вот замечательными хрустящими хлебцами. И вот такие вот хлебцы и фитнесы, и лайт, и зоши, и стройная тетенька, и хлебцы цельнозерновые, хотя где цельное зерно, а где вот такой вот хлебец, да, как пенопласт. Ну, вот посмотрите, да, такой. Это, конечно же, просто огромная космическая пропасть между ними. Витамины плюс, витамины, которые добавляются после состава любого многокомпонентного продукта рафинированного, это, конечно же, совершенно не те витамины, которые вы можете получить из монопродуктов. Попробуйте просто, допустим, приобрести вот себе вот такие хлебцы, попробуйте их откусить. Вы почувствуете, что они просто уже разлезаются у вас во рту, то есть ничего общего со сложным углеводом они не имеют. Длительной сытости, поступления витаминов в нужной степени они, конечно, не дадут. Да, клетчатка есть, но клетчатку можно прекрасно набрать из более нутритивно ценных продуктов. И вот такие вот хлебцы тоже сделаны из муки, да, высокое содержание клетчатки, но, тем не менее, всегда лучше порошкообразному продукту, да, из порошкообразных каких-то ингредиентов, именно здоровому человеку, без каких-то показаний врача, конечно же, предпочесть цельные крупы. И вот смотрите, как вот эти хлебцы готовятся, да, это именно хлебцы из муки, если мы вот про них говорим, да. В принципе, похоже технологии изготовления на технологии изготовления хлеба. Ничего волшебного здесь нет. Подготовка сырья, затем идет замес, да, брожение, растойка, формование хлебцев, выпечка. Вот здесь температура для различных, да, изделий. Ну, достаточно высокая витамины группы В у нас, особенно витамин В1, разрушается при высоких температурах. Длительность 10-15 минут, потому что достаточно тоненькие изделия. Затем идет сушка до определенной влажности в сушильном шкафу, охлаждение и, соответственно, разрезание данного продукта. То есть, какой мы вывод с вами делаем? Хлебцы из цельного зерна в составе, да, где такое зерно указано, не имеют никакого преимущества перед хлебцами из муки. И то, и то простой углевод, высоко рафинированный и высоко обработанный. Сверху просто добавлена какая-то витаминно-минеральная смесь. Да, большое количество клетчатки, но данное количество прекрасно можно набрать из монопродуктов. Когда вы едите хлебец, подумайте, не ем ли я хлебец вместо нутритивно полезных других продуктов, особенно если хлебец это сладкий, будем разбирать, которые могут быть в моем рационе. И вот хлебцы из цельных злаков, которыми закупается, ну, каждый человек, который начинает свой великий путь в здоровом образе жизни и так далее. Да, вот они называются хлебцы-экструдеры, и вот они делаются из цельного зерна с использованием экструзии. И волшебный прибор-экструдер, который превращает продукт живой в продукт мертвый. Кстати, дорогие ребята, не ориентируйтесь на рационы фитнес-бикини, людей, которые занимаются бодибилдингом. Когда вы видите, что они едят по пять хлебцев, это значит, что это оправдано в их рационе, и они прекрасно знают, что они делают. Для среднестатистического человека, который занимается спортом, фитнесом для себя, или который просто занимается дома, нерационально вводить в состав своего рациона большое количество хлебцев, рациональнее ввести более нутритивно ценные продукты. То есть вы понимаете, что у спортсменов намного больше и калорийность питания, и совершенно другой метаболизм, да, и совершенно другой композит тела, большая мышечная масса, там, допустим, небольшой процент жира, совершенно другие цели, не всегда это про здоровье. Поэтому смотрите на красивые аккаунты, но ориентируйтесь на свой постоянный обычный образ жизни. И если вы обычно занимаетесь спортом, да, фитнесом дома, по полчаса, допустим, в день, вам будет, ну, совершенно нерационально есть, допустим, там, 10-12 хлебцев в день. Вы просто будете есть их вместо других нутритивно ценных продуктов, которые должны быть действительно в вашем рационе, и с помощью которых вы должны набирать сложные углеводы. Хлебцы – это углевод простой. И несколько отрезвляющих фактов про хлебцы. Хлебцы – это не основа здорового питания. Это обычный хрустящий снэк, фастфуд, который нужно употреблять на бегу. И обычно это так и делается, просто быстро, да, достается вот этот вот хлебец, что-то на него кидается и естся. Бросил сыра на хлебец и побежал дальше. А какие нутриенты поступили и не задумался, да. Перекус хлебцем – это не перекус, а полноценный прием пищи. Для нашего организма перекусов нет. Наш организм включает постоянно всю вот эту вот систему переработки пищи от механорецепторов, да, заканчивая там перистальтикой и выработкой различных ферментов. То есть получается, что если вы едите, допустим, 10-12 раз в день, даже там 9 раз, 8 раз вместе с перекусами, получается, что ваш ЖКТ работает целый день. И, наверное, вы помните, что чем больше нерационально вы используете любой механизм, тем быстрее он изнашивается. Как раз вот такие вот хлебцы, снеки, которые относятся, конечно же, к быстрой еде, к фастфуду, они формируют такое поведение, как у птички. Где-то там поклевал что-то, да, немножечко червячка заморил и так далее. Но это птичка, это совершенно другой организм. Птичка может есть хоть сколько раз в день, и природа так птичку и задумала. Да, она ищет еду, нашла, съела. У человека совершенно все по-другому. У человека должно быть несколько, ну 3-4, ну допустим, даже 5 приемов пищи в определенное время, которое он себе запланировал, и с определенным БЖУ, чтобы там были и белки, и углеводы, и клетчатка, чтобы это все пролонгировало насыщение, и давало и энергию, и все нутриенты для того, чтобы закрывать потребности организма. Хлебцы в рационе не гарантируют похудение, даже если на хлебцах написано супер, пупер, лайк, зож, похудение гарантирует только дефицит килокалорий, а комфортное похудение, дефицит килокалорий, и правильное распределение белков, жиров и углеводов в вашем рационе. И, кстати, правильный тоже составленный четко режим питания. Хлебцев хочется, если в рационе недостаточно сложных углеводов, нечего пожевать, энергии-то неоткуда брать, вот и если нет привычек здорового питания, рука тянется к хлебцам. Если нет твердого белка, если мало твердого белка, соответственно, и сытости, мало, потому что твердый белок очень влияет на сытость основных приемов пищи, и хрустящие различные клетчатки. Это не хлебцы, это салаты, это различные яблоки, это болгарский перец, это все, чем мы можем утолить вот эту вот дентальную агрессию. Всем взрослым людям им нужно пищу пережевывать, жевать, хрустеть. Для чего нам даны зубы? Чтобы жевать. Если у человека не хватает тех продуктов в рационе, которые нужно жевать, нутритивно-ценных, да, соответственно, он жует вот такие вот различные снеки. Здесь, конечно, выходом будет, конечно, составлять сбалансированный рацион, вводить различные и салаты, и морковочку, да, чем можно похрустеть в составе основных приемов пищи. Сладкие хлебцы – это еще и источники добавленных сахаров, а есть хлебцы и с рафинированными различными жирами. Хлебцы предназначены для диетического питания с целью добрать клетчатку, если ее невозможно добрать какими-то другими способами из нутритивно-ценных продуктов. Не должны быть основным источником углеводов ни в коем случае. Хлебцы не полезные, но и не вредные. Здесь главное определить, если вы действительно хотите этот продукт вводить в свой рацион, кратность введения данного продукта в соответствии с вашим образом жизни и в соответствии с вашей физической активностью. И задавать себе вопрос, не ем ли я в данный момент этот хлебец вместо тех нутриентов, каких-то, да, которых мне сейчас, может быть, не хватает, в том числе витаминов группы В. Не обязательно есть хлебцы, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы быть здоровым и активным. Не являются ни в коем случае более полезной альтернативой хлебу. Хлеб и хлебцы это разные продукты с разной нутритивной ценностью. И в большинстве случаев она достаточно низкая. Всегда и хлебу, и хлебцам я как нутрициолог советую предпочитать цельные крупы, их комбинировать, да, и вообще можете вот прямо после просмотра данного урока пойти в супермаркет или зайти на сайт какого-нибудь интернет-магазина в раздел крупы и посмотреть, какое же огромное многообразие цельных круп существует на свете. Из этого-то замечательного многообразия можно себе такой классный рацион составить и так обогатить свой организм. Это очень классно. Хлебцов даже и не хочется. Важно то, с чем вы едите хлебцы и с какой кратностью. То есть один хлебец это одна калорийность, да, вот этот 15-10 граммовый хлебец, а хлебец, намазанным на него каким-нибудь сплавленным сыром, плюс сверху еще что-то лежит, колбаска, ветчинка и так далее. Это, конечно, будет совершенно другая история. Или три ложки арахисовой пасты. Хлебцы могут быть из муки, из крупы. Нехорошо, неплохо ни одно и ни другое. Лучше ввести в питание цельные крупы на постоянной основе и готовить их альденте. То есть с сохранением вот этой вот такой стекловидной структуры, с сохранением формы. Так вы сохраните и структуру крахмала, и большинство витаминов, да, минералов, и, соответственно, саму структуру клетчатки. Прежде чем вводить в рацион хлебцы, сформулируйте нутритивно богатые основные приемы пищи, чтобы они вас насыщали, и чтобы вам не хотелось перекусиков между основными приемами пищи. Тогда и не нужно будет вводить различные снеки из рафинированных продуктов в виде перекусов. И вот этой вот картиночкой я действительно хотела бы проиллюстрировать вам нутритивную ценность. Да, вы видите, что на одной чаше весов цельные различные крупы, на другой чаше весов легкий как пух, вот такой вот экструдированный продукт или продукт из муки. Да, пусть он будет обогащен витаминами, но он никогда не догонит цельные крупы. Вот, и вот такое волшебное правило тарелки. Можете посмотреть, у меня есть множество руководств, в том числе руководство по здоровому питанию. Там все это описано красочно и проведены различные фотографии и множество примеров. Не ем ли я сейчас хлебцы вместо действительно нутритивно ценных продуктов в моем рационе. Допустим, правило тарелки. Берете тарелочку 22-24 см, делите ее на три части. Одна часть это будет цельная крупа, то есть одна четвертая. Одна четвертая будет у нас источник твердого белка и половина примерно будет овощной салат. Соответственно, эти процентовки можно менять в зависимости от того, какие у вас цели и какой у вас образ жизни. И давайте на цифрах примерно посмотрим нутритивный состав хлебцев. Взяла среднестатистические хлебцы здесь из муки высшего сорта с добавлением клетчатки, то есть отрубей. Но вы понимаете, что мука высшего сорта это супер рафинированная мука, клетчатки там не будет, поэтому добавляют отруби. Смотрим, углеводы здесь, конечно же, простые пищевые волокна. Вот это вот углеводы сложные, но основа это углеводы простые. Калорийность вот данных хлебцев и большинство калорий мы, соответственно, получаем из углеводов. Смотрим, что у нас по жирам. Ну вот смотрите, да, насыщенные жиры в составе здесь будет примерно 46% и мононенасыщенный плюс полиненасыщенный в сумме дают 53%. Давайте посмотрим на витаминно-минеральный состав, какой же он богатый, сколько много витаминов мы набираем вместе с данным продуктом, с пшеничными хлебцами. Конечно же, я все это шучу. Вот витамин Е, да, чуть-чуть есть здесь все, ну, соответственно, по нулям. И вот те витамины, которые, в принципе, должны быть, вот их, ну, совсем небольшое количество, если учесть, что еще и хлебцы обогащены. Потом посмотрим, сколько их в гречневой крупе ниже. Микроэлементы различные, да, минералы, макроэлементы. Ну, вот здесь их, ну, совсем чуть-чуть железо. Железо, кстати, усваивается из продуктов растительного происхождения намного меньше, чем из продуктов животного происхождения. И если уж предпочитать, да, продукты растительного происхождения, то по железу, конечно же, будут лидировать цельные крупы. Лучше в любом случае выбрать гречневую крупу, чтобы добрать свою норму железа, чем хлебцы, обогащенные железом. Ну и вперед, давайте посмотрим составы различных хлебцев. И наш волшебный вопрос, который нужно задавать к любому продукту в вашем рационе, приоритетным источником какого нутриента является этот продукт. Видим, да, что углеводы, нерастворимые пищевые волокна, да, углевод сложный, но основа-то здесь какая, да, вот эти вот экструдированные крупы. Крупа гречневая, ядрица, когда-то была крупой, стала похожа на пенопласт. И смесь витамина-минеральная, колосок, в том числе, вот видите, железо, ну, конечно, для ежедневного питания я рекомендую взять крупы. Идут здесь простые углеводы в большей степени в рационе. И, кстати, вот эти нерастворимые пищевые волокна, это указаны они на 100 грамм. Хлебцы очень легкие. Чтобы набрать вот это вот количество, нужно съесть невероятно просто большое количество нутритивно-бедных вот таких вот хлебцев, чтобы набрать вот такое вот количество нерастворимых пищевых. Эффективнее вместо них взять богатыми витаминами-минералами крупы, овощи различные, цельные, те же самые, да, ягоды и так далее, фрукты, чтобы набрать данные пищевые волокна. Здесь вы получите пустые пищевые волокна, там вы получите пищевые волокна плюс полифенол, витамины, минералы и так далее в связке, да, природной. Когда вы выбираете любые хлебцы с какими-то ягодками, наполнителями, всегда смотрите, что там еще в составе, да, вот эти вот экструдированные продукты и идет далее фруктоза, простой углевод. Далее тоже экструдированные продукты, ароматизаторы различные, йодированная соль, подсластитель сукралоза. Данный подсластитель совершенно безвредный, в нашем организме практически не всасывается, то есть 85% примерно выводится с калом и 15% выводится данного подсластителя с мочой. Имеет свою допустимую суточную потребность, но, соответственно, на производстве нормируется при добавлении в продукт. И, соответственно, данный продукт является одной из модификаций сахарозы. Ну, не оказывает токсического влияния никакого на наш организм, не кориогенный и практически не усваивается. И черничный сок. Ну, хотите черники, ну, купите себе замороженные черники, если это зима. Или купите продукт в сезон, да, чернику то же самое, или любые ягоды можно купить, и будет вам прекрасный витаминно-минеральный антиоксидантный комплекс. Та же самая черника, да, высокое количество антоцианов. И здесь, если говорить об углеводах, здесь в составе углеводов будут еще и добавлены сахара. Кстати, под этим видео у меня есть руководство по нутриентам. Там в том числе есть список добавленных сахаров, чтобы помочь вам сформировать свой здоровый рацион и больше обращать внимание на составы. И так как только что рассматривали мы с вами хлебцы, в составе которых есть гречневая крупа, давайте посмотрим, какие нутриенты мы получаем, если мы выбираем гречневую крупу. Здесь на 100 грамм. Вот она прекрасная, ароматная, цельная крупа. И так, углеводы. Здесь сложные углеводы, да, связанные с витаминами и минералами. Мы видим количество пищевых волокон 11,3 на 100 граммов продукта. Углеводы, да, вот пищевые волокна. Здесь крахмал. Крахмал здесь будет сложный углевод, будет давать долгую сытость, если вы продукт не переварите. Далее различные идут также природные, да, моносахариды в составе данного продукта. Аминокислотный состав неполноценный, то есть есть лимитирующая аминокислота, это лизин. Как у круп, допустим, у бобовых, это метионин плюс цистеин. Вот у гречневой крупы это лизин. По остальным аминокислотам достаточно неплохой белковый состав, да, аминокислотный. Они прекрасно усваиваются и также, кроме углеводов, гречневую крупу можно назвать прекрасным источником растительного белка. Если говорить по витаминам, жирорастворимых витаминов здесь не так много. В принципе, крупы, они являются источниками не жирорастворимых витаминов, а витаминов группы В. И вот они пошли в витамины группы В, да, и тиамин, ирибофлавин, передоксин, фолиевая кислота, ниацин. И посмотрите, какое разнообразие минералов и макроэлементов мы видим, да, на 100 грамм. Это расчетная суточная потребность на 2000 килокалорий. Соответственно, если у вас калорийность рациона будет меньше, то процент закрываемой потребности будет больше. И кальций, и кремний, и магний. И далее микроэлементы, посмотрите, и железо 6,7, и йод, и марганец, и медь, и молибден. То есть, прекрасный продукт для включения в ежедневный рацион. Обогатит прекрасно, даст сытость прекрасно. И представила здесь еще для наглядности жирно-кислотный состав. Ну, вы видите, жиров здесь достаточно мало. Лидируют полиненасыщенные жирные кислоты. Ну, их всего на 100 грамм, 1,15 граммов. Ну, и давайте дальше посмотрим различные хлебцы. Цельнозерновая ржаная мука. Конечно же, мука когда-то была цельным зерном, да, сейчас это смолотый порошкообразный продукт. Тут то же самое. Просто хотела бы обратить ваше внимание на то, что органическое это не значит лучше, полезнее и так далее. Это значит, что продукты, представленные в составе, не удобрялись различными синтетическими удобрениями. Органическая ржаная мука не значит, что она полезнее, чем просто ржаная мука. Приоритетным источником какого нутриента являются, ну, тоже простые углеводы, да, есть пищевые волокна, но, ну, в принципе, то же самое, да, что я говорила про другие продукты. Всегда, конечно же, лучше предпочесть различные цельные крупы. И если вы хотите похрустеть, то похрустеть, конечно же, морковочкой и различными видами салатов. И вот такие вот хлебцы, на которых написано и лайт, и легкие, и вафельные, и так далее, с экстрактом виноградных косточек. Смотрим на состав. На первом месте пшеничная мука, то есть супер очищенная. Сразу вы делаете вывод, что, да, продукт, скорее всего, нутритивно бедный. Сыпучий ингредиент на первом месте супер рафинированный. Далее идет масло высокоолеиновое подсолнечное. Конечно же, здесь оно будет рафинированное, то есть явно не источник омега-3. Соль поваренная пищевая, натуральный, лецитин усваивается у нас в организме полностью, то есть безопасная добавка. Далее идет пищевая добавка, антислеживающий агент карбонат магния. Это регулятор кислотности, да, против комкования. Как раз соли используется, химически синтезированный. Кстати, в ЕС он не разрешен в качестве пищевой добавки. Вот в России он разрешен разрыхлитель, гидрокарбонат натрия, сода, обычная пищевая, экстракт виноградных косточек на предпоследнем месте. А здесь он вынесен, да, вот так вот большими буквами на обложечку. И в конце витаминно-минеральный примикс, чтобы хоть как-то вернуть к жизни вот этот вот мертвый продукт из муки, масла и различных сыпучих порошкообразных ингредиентов. Хотите вы в свой рацион вносить вот такие вот ингредиенты? Или, может быть, нужно внести что-то другое? Приоритетным источником какого нутриента является этот продукт? Это углеводы и, конечно, это простые углеводы, потому что, да, вот такие вот легкие вафельные хлебцы, они просто расползаются у вас во рту, да, расползаются на языке и не дают длительной сытости. И различные фитнес-хлебцы, да, уже начали разбирать мы данный хлебец. Тут и минерал плюс, и контроль веса, и фитнес-элайн. Чем больше вот таких вот волшебных слов магических, тем более нужно быть внимательным к составу данного продукта. И вот здесь вот железо плюс, ну как может рафинированный продукт, вот такой вот глубокой переработки, быть хорошим источником железа? Да никак, если хотите, чтобы железо поступало в ваш организм, ешьте печень, ешьте субпродукты, ешьте яйца с желтками, ешьте мясо, вводите в рацион цельные крупы, жирную рыбу и так далее. То есть из цельных продуктов-то нужно железо получать, а то вот дорогие девушки начитаются вот таких вот этикеток и думают, что они сейчас железо в своем организме прекрасно восполнят хлебцами. И хлебцы становятся главным источником углеводов в рационах. Потом вот девушка приходит ко мне на консультацию, говорит, что у нее не хватает энергии, что она питается правильно, но не понимает, вот почему у нее ломкие волосы, кожа, ну не очень хорошего качества ногти, да, почему у нее плохое восстановление после тренировок и почему она вот такая вот вялая постоянно ходит. А я смотрю в состав рациона и вижу, что там на завтрак хлебцы, на обед хлебцы с железом, фитнес-лайн какие-нибудь и такие и так далее, или с минеральным комплексом, и на ужин тоже хлебцы и перекусы различными рафинированными продуктами. Итак, давайте посмотрим состав. Цельные, специально пророщенные зерна пшеницы, но какая разница, что они специально пророщенные, если здесь они будут суперобработаны. Эти зерна экструдированные, крупа овсяная, но вот лучше взять вот овсяную крупу цельную и сделать себе классную овсяную кашу, добавить туда, да, яйцо, скомпоновать с этой кашей твердый белок или два яйца, добавить твердый сыр, источник кальция, допустим, да, тоже источник белка животного происхождения, добавить туда яблоко или в кашу, или просто съесть, да, или вот корицы кашу посыпать. Очень вкусный, будет замечательный, у вас полноценный завтрак без хлебцев, супер рафинированных, да, ржаной солод, это что такое? Простой углевод, главный углевод солода это мальтоза, поваренная соль, натуральный растительный лицетин, лицетин это прекрасно, вот из яйца как раз в составе полноценного завтрака его можно получить. Минеральная добавка, да, помните про минеральную добавку, а допустим, сейчас скажу вам, куда? Вот сюда никаких минеральных добавок добавлять не нужно, тут и так все очень круто. Токоферол, витамин Е, конечно же, антиоксидантной активности никакой от витамина Е в составе многокомпонентного продукта на последнем месте ждать не придется. Витамин Е это, во-первых, нежареные орехи, это нерафинированные различные растительные масла. Но положите вы себе в эту кашу, в вашу прекрасную вот овсяную с утра, которую вы сделали из цельной крупы, положите вы несколько грецких орехов. Вот вы пополните свой рацион, в том числе витамином Е. Обогущены минералами различными, да, ну нас этим уже не проймешь, мы все знаем. И хотела еще вам показать состав зерна твердой пшеницы, то есть показать то, что пшеница это не равно экструдированный хлебец. Вот смотрите, вот такая, да, пшеница, согласитесь, что совершенно не похож вот на вот этот, да, кружок хлебца. Вот смотрите, да, углеводы здесь в составе, конечно, будут большинство полисахариды, то есть сытость-то будет длительная. Посмотрите, здесь и огромное количество клетчатки. По пищевым волокнам вот из 100 граммов, 54 грамма, это энергия замечательного крахмала. И 11,3 это природная клетчатка, которую здесь не добавили в виде, да, какой-то шелухи и так далее. Здесь по белку аминокислотный состав будет лимитировать по аминокислоте лизину, это нормально для различных круп и злаков. И вот давайте посмотрим на витамины группы В. Вы видите, что здесь все витамины в сборе, да, и вот другие тоже витамины, да, не только В1, В2, тиамин, рибофлавин, но и биотин, но и ниацин и различные другие витамины, да. Здесь по жиросваримым витаминам немного, но вот витамин Е, токоферол, вот здесь-то он будет иметь вот эту вот антиоксидантную активность именно в зерне. Но, конечно же, уже в переработанном продукте не нужно надеяться ни на какую антиоксидантную активность. Из жирных кислот преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, вот их здесь 54% из всех жиров, ну вот совсем немножко. 1 грамм на 100 грамм продукта. И по минералам я здесь еще вынесла в отдельный столбик, посмотрите, да, здесь все минералы у нас в сборе, так же, как и в гречке. Давайте вернемся к хлебцу из муки. Вот наши прекрасные хлебцы из муки, да, из, это мука высшего сорта, то есть суперочищенные, ну, в ржаных будет не намного больше. Можете посмотреть мой ролик про хлеб, вот там я как раз сравниваю муку ржаную, муку пшеничную, вот посмотрите. Ну, не сильно, в принципе, они отличаются по содержанию клетчатки, по содержанию витаминов. Да, ржаная побогаче, но это не делает ржаную муку приоритетным источником углеводов в рационе. И давайте разберем еще несколько хлебцев. Кстати, обратите внимание, здесь написала цену у упаковочки. Обратите внимание, за какую цену вы покупаете нутритивно-бедный продукт. Может быть, лучше купить гречки или, допустим, зеленые гречки или отдельно семена тыквы, да, и сделать, ну, самим какое-то интересное блюдо. Семена подсолнечника, смотрите, все запеченные семена я не рекомендую в рационе, как и хлеб с различными семечками и семенами. Почему? Потому что жиры при высокой температуре способны к окислению жирных кислот. То есть, вот эти все факторы, они здесь вот прям вот собраны вместе. И измельчение семечек, да, и высокая температура, конечно же, способствуют прогорканию и накоплению различных продуктов окисления. Рапсовое масло бояться не нужно. Сейчас выпускаются масла рапсовые низкой рукавы с маленьким содержанием рукавой кислоты. Но при этом в многокомпонентных продуктах не ждите нерафинированных масел первого холодного отжима, которые дадут вам полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Масла в таких продуктах будут, конечно же, рафинированными. Соль пищевая, розмарин и токоферол здесь, конечно, тоже не нужно ждать витаминной активности. Ну, прекрасно вот можно сделать. Смотрите, взять зеленую гречку, ее отварить, добавить туда немножечко семян тыквы нежаренной, положить несколько томатов, да, можно посыпать нежаренными семечками подсолнуха, немножечко добавить розмарина, немножечко маслица какого-нибудь первого холодного отжима. Ну, давайте возьмем масло грецкого ореха. Я его люблю, поэтому, скорее всего, я сделаю себе именно так. Положить немножечко базилик, который богат антицианами и витаминами и минералами. Можно, допустим, немножечко авокадо положить и кусочек курочки. Вот вам и прекрасный будет прием пищи, который богат витаминами, минералами и даст вам длительное насыщение. И вот, хотела бы вам еще привести в пример, посмотрите, два вида хлебцев примерно с идентичным составом. Тоже и ржаная мука, вода питьевая, отруби, дрожжи, солод. Здесь тоже мука ржаная, цельносмолотая, отруби, дрожжи, соль, йодированная вода. Да, здесь по цене 74, здесь по цене 184,90. Вот что делает красивая упаковочка, известная торговая марка и классный действительно маркетинг. Хотя и то, и другое, продукт нутритивно бедный. Различные хлебцы с маком, с льняным семенем и так далее. Конечно же, вот эти все ингредиенты лучше употреблять как монопродукты, не как запеченные, да, термообработанные ингредиенты в составе хлебцев, а, допустим, посыпать салат, тот же самый кунжут, да, льняное семя. Ну и, в принципе, наверное, дальше комментировать я не буду. Здесь все понятно. Тоже видим прекрасный пример хорошего маркетинга. Ну вот семена мака, очень нутритивно ценный продукт. Сразу на жиры обращу ваше внимание. Полиненасыщенными жирными кислотами богат. В том числе, да, омега-6, омега-3. Можно набирать, да, вот полиненасыщенные жирные кислоты. В том числе и немножечко добавляя вот различные семена в свои блюда. Семена мака богаты различными макроэлементами, да, калий, кальций и так далее. Да, на кальций обращаю внимание. Фосфором, марганцем, но при этом, да, селеном, вот здесь посмотрите, да, антиоксидантом. Но при этом, конечно же, хлебцы с маком, семенами льна, чья, не являются приоритетным источником данных вот семян и данных нутриентов. Потому что все это там находится в запеченном состоянии. И как бы красиво хлебцы не были перевязаны, как бы красиво они не были упакованы, всегда лучше предпочесть именно монопродукт. Вот с прекрасной Е-витаминной активностью. И вот витамины группы В. Посмотрите, все они здесь в сборе и все они здесь активны и пойдут только на пользу вам и вашему организму. И здесь я хотела бы разобрать два вида хлебцев из магазина правильного питания, как я обычно делаю в конце моих выпусков. Мини-хлебцы с яблоком и корицей. Хочешь яблоко и корицу, последнее, что нужно делать, это покупать снэк со вкусом яблока и корицы. Купи яблоко, разрежь его на части, красиво разложи на тарелочке, посыпь корицей. Вот тебе будет прекрасный десерт, богатый различными полифенолами, богатый витаминами, богатый минералами. Итак, состав. Кукурузная мука тонкого помола, то есть супер-пупер рафинированная мука, рисовая мука, тоже рафинированная, различная амарантовая мука. Вы понимаете, что это все сыпучие порошки. Лучше всегда предпочесть монопродукты. Яблоко сушеное, молотая корица, мука гречневая, лучше отварить себе гречневую крупу. Топинамбур сушеный, да, как клетчатка, здесь он тоже будет использоваться. И подсластитель стевиозит, ну, если вы хотите сформировать свой здоровый рацион, то пересаживаться сахар на подсластители я не рекомендую. Лучше уменьшать количество добавленного сахара, а подсластители это будет еще один крючок, на который вы подсадите себя и свой организм. Все равно сладкого будет хотеться, и будет хотеться все больше и больше. Потому что обычно вот эти все подсластители в составе, они снимают человека со стопа, и человек начинает потреблять, потреблять, потреблять якобы безвредные зожные продукты, которые на деле состоят из рафинированных порошкообразных ингредиентов. Что здесь будет главным, да, нутриентом? Тоже будут простые углеводы. И давайте посмотрим хлебцы с черносливом и изюмом. Идут просто одна пачка за раз с голодухи. Знаю прекрасно по своим клиентам. Сироп топинампура, высокофруктозный сироп, тоже добавленный сахар. Тоже самый сироп агавы, сироп рожкового дерева. Конечно, очень важно их нормировать в рационе. Тоже посмотрите, пшеничная мука на первом месте, то есть, да, рафинированный продукт, ну вот как булка. Тут еще и масло дезодорированное, рафинированное. То есть, вот зачем вам в рационе лишнее вот это вот масло, добавленные жиры, если можно вместо них употребить, допустим, орехи, которые тоже богаты маслами. Но масла входят в клеточную структуру вместе с витаминами и минералами. Да, здесь, конечно, вы решаете сами. И давайте сделаем выводы на основе той информации, которую вы сегодня узнали. Вывод первый, да, прочитайте факты о хлебцах, вы, наверное, уже поняли, какими будут выводы. Хватит догоняться хлебцами там, где реально нужно составить сбалансированный рацион на основе правил здорового питания. Хлебцы это лечебно-профилактическое питание, вынесенное маркетингом в ранг зожных продуктов и в ранг основы для рациона. Ни в коем случае хлебцы не являются основой для рациона. Хлебцы вынуждены есть люди, которым их порекомендовал врач по каким-то причинам. Здоровый человек отлично наберет свою норму клетчатки из нутритивно богатых, нерафинированных и не сделанных промышленностью продуктов. Да, из вот круп, да, различных бобовых, из овощей, из фруктов, из ягод, из всего разнообразия различных замечательных продуктов. Крупы важнейший источник витаминов группы В, и их не заменить никакими рафинированными хлебцами. Итак, дорогие ребята, домашнее задание для вас. Изучите составы хлебцев в вашем рационе обязательно. Смотрите, из чего они сделаны. В принципе, разница небольшая, но я думаю, что для общего интереса вам важно будет знать. Посмотрите, есть ли в составе добавленные жиры, добавленные сахара. Согласуется ли то количество хлебцев, которые сейчас есть у вас в рационе, прямо поштучно. Посчитайте, сколько вы едите хлебцев с вашим образом жизни, с вашей физической активностью и с теми целями, которые вы ставите по количеству энергии, бодрости и так далее. Не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Хотите ли вы строить свой рацион на хлебцах? Или, может быть, вы хотите от своего рациона чего-то другого? Энергии действительно, качество жизни. И следующее задание, это сбалансировать свое питание, начать вводить в питание цельные крупы. Действительно, во многих случаях, я вас прекрасно понимаю, легче похрустеть хлебцем, быстро закинулся, положил сырок на хлебец или чего-то намазал и побежал дальше. Но современному человеку так нельзя, потому что сейчас у нас огромный ассортимент предлагаемой продукции и очень маленькая физическая активность. И действительно, нужно выбирать те продукты, которые при такой небольшой калорийности рациона и при такой относительно маленькой физической активности, они будут настолько нутритивно полезными, чтобы заполнить наш организм различными эссенциальными элементами. Эссенциальные элементы это какие элементы? Это твердый белок, это клетчатка, витамины, минералы, антиоксиданты, это омега-3, которых в хлебцах нет. Именно поэтому хлебцы это продукт нутритивно-бедный. Просто обогащенный сухими волокнами, клетчаткой, все правила здоровой тарелки, формулы сытости, правила ладошек, есть у меня в моих бесплатных руководствах, ссылочку на скачивание бесплатных руководств я даю под этим видео. Пожалуйста, пользуйтесь себе на здоровье и создавайте свой здоровый рацион. Я с удовольствием вам рада помочь в рамках моих консультаций различных, экспресс-консультаций, полноформатных консультаций, моего ведения. Поэтому, если у вас будет такая необходимость, пожалуйста, обращайтесь, буду рада с вами обязательно поработать и сделать ваш рацион действительно нутритивно ценным. Все ссылочки тоже даю под этим видео. И обязательно каждому продукту в вашем рационе, который уже сейчас есть, или который вы хотите ввести на основании рекомендаций другого человека, на основании того, что вы увидели его в рекламе, на основании того, что этот продукт ест какая-то фитоняшка, посмотрите в состав, приоритетным источником какого, каких нутриентов является этот продукт и значит в каком количестве лично вам целесообразно включать этот продукт в ваш рацион. С вами была Мария Сафина, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!